Данный аудиоблог не претендует на объективность. Всё сказанное далее считается лишь мнением только самого автора и не ставит перед собой цель оскорбить или унизить кого-либо. Всем привет! Или доброго времени суток! С вами Яна Лебрийская, и это второй выпуск моего аудиоблога BlueNimb.fm. По итогам голосования победила именно это название. Вы сами сделали свой выбор, дорогие слушатели, и я вам благодарна за это. Хочу принести свои искренние извинения за то, что я сильно задержала данный выпуск. Было много проблем, плюс меня подвело сильно здоровье. Ведь на дворе 3 августа, а новости чисто июльские. Я понимаю, что это не есть хорошо, но и в то же время я понимаю, что все мы люди, и никто из нас не застрахован от форс-мажорных обстоятельств. Но не буду томить, я перейду к делу. Но предупреждаю, в данном выпуске ничего не будет сказано об аниме, потому что сам выпуск посвящен реальным проблемам из жизни. Но не только проблемам, конечно, но и положительным моментам в целом. В первом выпуске я говорила, что мой блог разносторонний, а это значит, что и новости будут соответственно такими же. Поехали! Я наконец-то сдала внутривузовские вступительные тесты. Но речь идет не обо мне, не о моей персоне, а речь идет об этих внутривузовских тестах в целом. Точнее, о том, как они готовятся, как они проводятся и тому подобное. Билеты по экзаменам готовятся из рук вон плохо. Я не знаю, как в других городах России, а у нас в Кирове это стопроцентно. Хотя я предполагаю, что в других городах России тоже есть такое, но не смею утверждать, потому что меня там не было. Первым экзаменом у нас был русский язык. Наша группа получила билеты на руки. И изучив билет, я пришла к выводу, что там написано полная ахинея. И помимо того, там было пруд в пруде грамматических ошибок. Ошибка на ошибке, ошибкой погоняет. И представьте себе, это заметила не только я, но и другие люди с нашего экзаменационного потока. Ладно, русский мы написали, мы преодолели этот барьер. Но самый ужасный тест у нас был по истории. Потому что в билете по истории были такие задания, что на 80 баллов было сдать очень проблемно. То есть можно сдать, но это надо сильно постараться. А про 100 баллов я просто скромно помолчу в сторонке. И в итоге весь наш поток написал тест по истории на 40-60 баллов стабильно. И только один человек из нашего круга написал на 80 баллов. Результат вступительного теста будет приложен в видео версии блога. А самое интересное, что один мой знакомый помог мне понять всю эту абсурдность вот этих вступительных тестов. Она заключается в том, что эти тесты составляются кем угодно, но только не педагогами этих дисциплин. То есть получается, если нужно составить тест по русскому языку, то его составляют математики, физики, биологи, географы, химики. Но кто угодно, но только не преподаватели русского языка. То же самое и с другими предметами. Вот, и думайте, как потом сдавать, если содержание этих внутривузовских тестов просто некорректное. Почему же я подняла эту тему об экзаменах? Потому что сейчас идет волна поступлений в высшее учебное заведение. Я раньше постоянно обругивала систему сдачи ЕГЭ. Но теперь я прекрасно понимаю, что тесты ЕГЭ хотя бы составляют адекватно, в отличие от этих внутривузовских. То есть, если я раньше отговаривала от сдачи ЕГЭ, то сейчас я вам настоятельно рекомендую сдавать это ЕГЭ, потому что с ним у вас больше шансов поступить, чем с этим дурацким внутривузовским тестированием. Во-первых, ЕГЭ готовится адекватно. Во-вторых, на ЕГЭ дается больше времени. То есть на решение ЕГЭ дается 4 часа. На решение внутривузовского теста дается 1 час. А формация на этом внутривузовском тестировании точно такая же, как и на ЕГЭ. Точно такие же бланки, точно такие же билеты. Все идентично. Но только на ЕГЭ времени дается в разы больше. И тесты ЕГЭ составлены адекватно. А вот эти внутривузовские тесты, это просто, ну как у Задорнова в передачах. Кто, наверное, смотрел, тот помнит Задорнова. Смешно. Смешно до боли. Я вам дала совет. Решать вам. Если вы хотите поступать, сдавайте ЕГЭ. Я рассказала, что могла. Это просто ужасно. Честно, это ужасно. Вот мы плавно подошли ко второй теме, которая называется «Злые чиновники». Но, дорогие мои слушатели, не спешите смеяться с данного названия. Может, оно и смешное, а вот тема, затрагиваемая в моем выпуске, совсем не смешная. Не так давно, а именно 19 июля 2017 года, в моем городе состоялось общее собрание микрорайона. К нам пришел выступать упитанный дядька. Ну, ладно. Я утрирую. К нам пришел выступать депутат от какой-то там фракции. И, чтобы вы подумали, он свою речь начал с выборов. Не с того, как помочь нам, простому народу, а начал нам вталкивать речь про выборы. И у всех нас, кто пришел на это собрание микрорайона, промелькнула мысль, что нас опять начнут кормить обещаниями и завтраками. Ну, впрочем, как всегда у нас делается. Пока он начал зате... Ну, ладно, ладно. Пока он начал вещать свою речь, я решила провести прямую трансляцию ВКонтакте. Я просто посчитала себя обязанной сделать это. Для чего, спросите вы? Для того, чтобы люди видели и знали, что творится в мире, в городе, в районе, в конце концов. Трансляцию я вела около 7 минут. И спустя это время, о чудо, он заметил, что идет видеосъемка. И опять же, чтобы вы подумали, вместо того, чтобы продолжить свою уверенную речь, он начал смотреть в упор на меня и сыпать мне угрозы. Мол, он депутат, он вышел по званию, он не может устроить мега-проблемы с законом, он мне угрожал судом. Но я-то понимаю, я знаю, что я имела чисто юридические права на фото и видеосъемку, потому что это было общественным мероприятием, и никакого запрета не было. Я впредь продолжу вести трансляции с подобных мероприятий, потому что я не боюсь. Ведь наши чиновники что? Они думают, что они все властны, что мы их боимся, они безнаказаны. Но это не так. Я не боюсь. И я продолжу. Если слугам народа нечего бояться, они спокойно выступят перед людьми и не будут возражать против съемок. А если им есть чего опасаться, то им вообще не стоит выходить к народу. Знаете, я не хочу много говорить о политике, чиновниках и тому подобное, потому что информация об этом и так лезет из всех источников. И я не хочу превращать свой блог в нечто подобное. Но и промолчать я не могла. Поэтому так вышло, что я все же уделила кусочек эфирного времени этой проблеме, этой ситуации. Ну, давайте же наконец перейдем к положительным новостям, потому что отрицательного нам и так хватает, а положительного не очень. 22 июля 2017 года состоялась долгожданная сходка от проекта Anilibria.tv. Состоялась она в городе Москва в парке 50-летия октября. И самое замечательное, что лично мне удалось попасть на эту чудишую сходку. Замечательную сходку, простите. На самую шикарную сходку. Это самый счастливый день в моей жизни. Я немножко отбилась от текста, простите. На этой сходке я и другие зрители проекта имели возможность увидеться с теми, кто дарит нам прекрасную озвучку аниме. Но не только увидеться, но и пообщаться, познакомиться поближе, разговориться. И вот опять меня захлестнули впечатления. До сих пор не помню, так как вчера, хотя уже прошло достаточно времени, но воспоминания таки бьют фонтаном. Организаторы сходки нашли укромное, уютное и скрытое от глаз посторонних место, где мы разместились и у нас случился небольшой пикник, и пошла волна общения. У нас были игры, музыка, танцы даже. Даже частично искупались в реке. Ну это так. Очень частично. Я могу говорить бесконечно об этой замечательной сходке. Я могу вам высказать массу положительных моментов. Но я не буду. Во-первых, эфирное время. А во-вторых, зачем слова, когда есть фотографии? Ведь фотографии могу сказать больше, чем слова человека. А на этом всё. Всем спасибо, что прослушали меня. С вами была Либриская. И традиционно я поставлю песенку в конце. И под эту песенку будут эти самые фотографии со сходки. Всем спасибо, всем жаркого и удачного августа. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!